МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский провел традиционное оперативное совещание. Попрошу управляющей компании посмотреть состояние и наличие качества пожарных кранов. 1 июля в Московской области отметили День ветеранов боевых действий. Мы вспоминаем всех тех, кого уже сегодня с нами нет, тех, кто воевал. В поселке Измайлово ремонтируют автомобильную дорогу от Советской до Булатниковской улиц. Люди на Доброделе голосовали, эта дорога победила. Соответственно, голосование Добродел и в данный момент уже ремонтируется. Началась неделя с традиционного оперативного совещания с главой Ленинского городского округа Алексеем Спаским. Руководители муниципальных управлений и служб, представители учреждений и управляющих компаний отчитались о проделанной работе и рассказали о планах на ближайшую перспективу. Разгар лета и сезон отпусков положительно сказываются и на процессах, протекающих в округе. Практически все подразделения, обеспечивающие жизнедеятельность муниципалитета, работают без потрясений в штатном режиме. Продолжается диспансеризация в Центральном парке города Видное. Новую форму 086 теперь можно получить через портал госуслуг. В Московской области данная справка для поступающих вузы, колледжи и техникумы. Мы в топе лучших по ведению телеграм-чата общественной палаты «Видное здоровье». Начальник пожарно-спасательного отряда Александр Каврижных рассказал о возгорании в многоэтажном доме в деревне Сопронова, в ходе которого никто не пострадал, и обратился к представителям компаний, обслуживающих жилье. Попрошу управляющей компании посмотреть состояние и наличие качества именно пожарных кранов, потому что, по сути, мы работаем только с них, когда они есть. Инспектор госпошнадзора, он не сможет зайти в каждый подъезд, а значимость, она критически важна данных систем. Директор муниципального предприятия «Дорсервис» Артем Колесников рассказал о ходе ремонта дорог в Ленинском городском округе. Всего за период шести месяцев предприятие отремонтировало 9354 квадратных метра. В отношении текущего ремонта дорог завершены работы по улице Советская и на участке Измайла Булатникова, также на улице Советская. На этой неделе приступаем к замене борта на втором участке Советской улицы и рассчитываем закончить работы до вторника следующей недели. Начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталья Киселева огласила итоговые результаты государственной аттестации выпускников. 1 июля у нас закончилась государственная итоговая аттестация. По ее результатам все 72 претендента на аттестат особого образца среднем общем образовании и медаль за особые успехи в учении подтвердили своими результатами. С этого года календарь праздников пополнился еще одной памятной датой. 1 июля в Московской области отметили День ветеранов боевых действий. На Аллее славы у памятника воинам-интернационалистам прошла торжественная церемония возложения цветов. Закон об установлении нового праздника Дня ветеранов боевых действий по инициативе партии «Единая Россия» был внесен Московской областной думой еще в 2022 году. Предложения единогласно поддержали депутаты законодательного собрания. В Видном уже во второй раз прошло торжественное возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Мы вспоминаем всех тех, кого уже сегодня с нами нет. Тех, кто воевал в разных абсолютно вооруженных конфликтах, за пределами в том числе Российской Федерации. Но наши воины, наши бойцы всегда защищали главное – нашу родину, нашу государственность. В мероприятии приняли участие представители администрации, депутатского корпуса и общественных организаций. Ветераны боевых действий, волонтеры «Единой России» и участники «Молодой гвардии». Член боевого братства, видновчанин Юрий Ерзин, также почтил память павших воинов. В далеких 80-х он воевал в Афганистане, был старшим наводчиком самоходной установки, а сейчас помогает бойцам, находящимся на передовой. Много же было конфликтов вооруженных. И никогда русский солдат не упал в грязь лицом, всегда проявлял стойкость, мужество и героизм. Как и сейчас, идет специальная военная операция. Ребята молодцы. Руководитель оборонно-спортивного клуба «Ратник» Михаил Кононенко считает, что к подобным мероприятиям необходимо активно привлекать молодежь. «Кто не помнит прошлого, того будущего не будет. И солдат погибает реально дважды, когда его убивают на поле боя, когда о нем забывают. Счастью, есть такие молодые ребята, есть организации, общественные организации, которые здесь присутствуют. Мы не забываем исторические даты». Кстати, воспитанники клуба «Ратник» только что вернулись из поездки по Тверской области, где работали на месте гибели 5-й дивизии народного ополчения. В ходе экспедиции были найдены и захоронены 116 бойцов. Такая работа «Ратникам» ведется на постоянной основе. В поселке Измайлово ремонтируют автомобильную дорогу от Советской улицы до Булатниковской. Данный участок был выбран по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Для удобства водителей работы ведутся в основном в ночное время с частичным ограничением движения. Тему продолжит Наталья Буслаева. Дорога в поселке Измайлово в числе семи в муниципалитете, который отремонтируют в течение лета по губернаторской программе. В минувшие выходные на проезжей части от улицы Советской до Булатниковской полным ходом шла укладка асфальта. Всего рабочим предстоит привести в порядок участок общей площадью 17 тысяч квадратных метров и протяженностью более двух километров. В данном случае на участке Советской проводились работы по укладке инженерных коммуникаций водоканала, водяной трубы. В данном случае асфальтобетон был разрушен. Люди на Доброделе голосовали, эта дорога победила. Соответственно, голосование Добродел и в данный момент уже ремонтируется. Для удобства автолюбителей работы ведутся в основном в ночное время. Погода вносит свои коррективы, но незначительные. В данном случае, несмотря на мелкий дождь, при условии соблюдения технологий, обновление дорожного полотна не останавливалось. На объекте трудятся 50 человек и 7 единиц техники, включая самосфалы, асфальту кладчик и два катка. Пяти тонны и десяти тонны для уплотнения покрытия. Гарантийный срок на данный асфальтобетон, это щебеночный асфальтобетон из МИС-16. Она инновационная, уже используется второй год. В соответствии с этим у нее срок гарантии 6 лет. После окончания работ в поселке Измайлово дорожные службы продолжат ремонт Советской улицы в городе Видное и в поселке Развилка в районе деревни Ощерина. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Константин Брылов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Как вести себя ребенку, если тот потерялся? Этот важный вопрос сегодня подняли представители поискового отряда «Лиза Алерт», который провели в историко-культурном центре обучающую лекцию для детей. О чем еще говорили спасатели в репортаже Юлии Погосян. Идея обучающей лекции для детей «Потеряться не значит пропасть» принадлежит представительницам местного отделения Лиги девушек Подмосковья. Во время проведения одного из своих мероприятий потерялся ребенок участницы сообщества Ольги. Он гулял со старшей дочерью и неожиданно исчез из поля зрения девочки. Поиски продлились недолго, с мальчиком все в порядке, но именно тогда возник вопрос, а что делать при такой ситуации? Так как меня рядом не было, я успокоила дочь. Сабина вовремя подсказала, что надо смотреть возле магазина. Ребенок действительно доехал до магазина и стоял на месте, ждал. То есть дочка старшая успокоилась, собралась и нашла ребенка. Многолетним опытом поведения при такой ситуации с детьми поделился волонтер поискового отряда «Лиза Алерт». Представитель спасательной группы в пример привел сценарий, когда дети теряются в черте города и в лесу. Объяснил, как стоит вести себя, чтобы спастись и быть найденным. Сейчас летний период, многие дети играют во дворах, кто-то убегает. Это понятно, дети хотят приключений. Это продиктовано и фильмами, и рассказами, и это вообще свойственно детям. Поэтому, конечно же, мы думаем, что это полезно для родителей и для детей. Участие в мероприятии приняло более 50 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Лекцию ребята слушали внимательно и подчеркнули много нового. Информация была полезна и родителям. Надо стоять на месте и яркой одежды на месте. Я не знала, что надо собирать вещи какие-то. В лес, да? Да. Теперь будешь применять эти правила? Да. Лекция действительно была очень полезная, информация была очень полезная, новая информация, которую ранее не слышали, к сожалению. Будем применять, будем собирать. Тревожный чемоданчик, рюкзачок и идти в лес. В планах у организаторов продолжить работу в данном направлении. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Гульнара Палаева. Видно этого. Округ первых под таким девизом «Видном» в воскресенье отметили День молодежи. Центром всех мероприятий стали площадки около кинотеатра «Искра». Побывал на празднике и наш корреспондент Дмитрий Книга. Около кинотеатра «Искра» с размахом отметили День молодежи. В организации праздника, кроме администрации муниципалитета, принимали участие сами молодые люди, занимающие активную жизненную позицию. Сегодня представлены тематические площадки по различным направлениям, таким как культура, творчество, волонтерство, спорт и прочие многие-многие другие. Отличная погода, прекрасное настроение. Большое спасибо хочу выразить всем, кто сегодня посетил данное мероприятие. Около «Искры» расположились площадки детских и молодежных клубов и организаций. Здесь проходили выставки, мастер-классы и спортивные игры. Предлагаем участникам праздника вытянуть конфету и вытянуть предсказание с чем-то очень приятным. Также можно с нами поиграть в дженку. Для этого надо вытащить специальную карточку и ответить на вопрос, который там запечатлен. И после этого можно взять один блок игры, передвинуть его и таким образом с нами поиграть. У нас тут идет акция. Книга трога получается. Если у вас есть какая-нибудь книга, вы можете обменяться на эти книги. В это время на сцене выступали видновские рок-группы «Волчья сотня» и «Riding to the Paradise». Музыканты специально подготовились к выступлению, чтобы сделать его запоминающимся и порадовать любителей тяжелой музыки. День молодежи День молодежи – это все-таки большое событие для молодежи и вообще для нашего Ленинского городского округа. Поэтому мы решили обновить нашу программу, сделать ее более тяжелой, как говорится, роковой прям такой. И у нас, я думаю, все хорошо получилось. На зрителям были представлены новые песни, новая программа. Затем наступило время торжественной части. Со сцены собравшихся поздравила заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Также она наградила жителей муниципалитета, которые в своем молодом возрасте уже заявляют о себе в интересных им сферах деятельности. Это как раз та самая группа, в руках которой завтра, в руках которой будущее. Та группа, которая задает основные тенденции во всех направлениях развития общества. И маленькая модель вот этих направлений сегодня здесь, на этой площадке. Награждения на сцене чередовались с выступлениями творческих коллективов и поздравлениями представителей администрации. Мы поздравляем всю нашу молодежь, они у нас очень креативные, классные, самые лучшие, самые активные. Вы все, наша молодежь, наши волонтеры, те люди, которые всегда готовы прийти на помощь и делают это. И делают это от чистого сердца. Большое всем вам спасибо. Пришедшие на праздник остались очень довольны. Каждый нашел развлечение по душе. Мне очень нравится, тут крутая музыка и тут можно круто отдохнуть с родными. Страна дает понять, что она все-таки так же, как и взрослых, уважает молодежь и принимает их ценности, намерения и все остальное. Завершилось мероприятие праздничной дискотекой. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok